На страже порядка горожан не только правоохранительные органы, но и молодежные дружины. Юные добровольцы прошли обучение, теперь готовы охранять покой красноярцев. И подробнее об этом расскажут сейчас наши гости. Всех представлю Владимир Шастин, председатель молодежно-общественной организации Добровольная молодежная дружина. Владимир Ермаков, заместитель директора автономной некоммерческой организации безопасности. А также Владислав Думнов, член Добровольной молодежной дружины. Доброе утро. Доброе утро, господа. Владимир, расскажите, о чем все-таки занимается Добровольная молодежная дружина? Добровольная молодежная дружина была создана для помощи администрации учебных заведений, поддержания правопорядка и профилактики правонарушений. С появлением закона ребята стали активнее принимать участие в охране общественного порядка. И, соответственно, так как современные условия диктуют того, что ребята должны знать те правовые основы своей деятельности, соответственно, мы долго к этому шли, а на самом деле делали элементы обучения. И вот благодаря нашим коллегам, единомышленникам, в этот раз мы сделали общественный институт подготовки дружинников. И вот первая группа прошла обучение. Вот давайте мы Владиславу как раз спросим, в чем заключалось обучение, основные какие-то вехи, чему научились, как это поможет вашей деятельности? Ну, это поможет, безусловно, поможет моей деятельности, так как нужно именно работать в диапазоне правопорядка и знать законы. Потому что на сегодняшний день из-за того, что наше население юридически немножко отстает в грамотности, это возникает небольшие нюансы, поэтому мы должны, в свою очередь, знать все действия, которые мы можем применять против противоправных действий и так далее. И обучение закончилось, и это дало свои плоды. Было очень интересно. Мы, в свою очередь, вот изучали законы, стреляли из оружия и изучали самооборону. Ну, в общем, полную подготовку прошли. Я вижу даже, что находится повязка такая, всем, ну, моего возраста, людям известная, с советских времен, еще дружинник. Неужели сейчас, Владимир, скажите, на улицах города можно будет встретить молодых людей, которые ходят с этими повязками и охраняют правопорядок? Ну, в настоящее время наш центр проводит обучение народных дружинников. Как сказал Владислав, мы обучаем, в основном преподаем это законы уголовного и административного законодательства, взаимодействие с органами внутренних дел, первую медицинскую подготовку. И также сотрудники органов внутренних дел будут совместно нести службу с народными дружинниками. То есть, на улицах можно будет увидеть этих ребят? Конечно. То есть, ребята, я правильно понимаю, юридически подкованы, чтобы где-то отстоять и защитить права законопослушных граждан, при этом не нарушив права людей, которые собираются чего-то нарушить, правильно? Естественно. Естественно, да, потому что мы преподаем им азы законодательства Российской Федерации. Ну, вот еще такой вопрос, наверное, хотелось бы уточнить. А у ребят есть полная юридическая, ну, так сказать, правомощность делать все это? Они могут это делать по закону или нет? Делать именно что? Останавливать, да, что-то охранять, задерживать кого-то. Вот на это у них есть права? Да, ну, здесь, смотрите, я хочу заметить, что все равно все ребята на охрану общественного порядка выходят совместе с сотрудниками полиции. Уполнобочными? Ну, да, закрепляются, то есть на любом, допустим, День молодежи, День города, да, то есть ребята закрепляются за определенным нарядом и, соответственно, совместно несут службу. Просто-напросто независимо от такой, скажем так, вот, такого вида внесения службы, каждый человек все равно должен знать свои права и обязанности, а кроме этого бывают же какие-то, ну, скажем так, нестандартные ситуации, да, когда он просто идет по улице, видит право нарушения, да, и насколько он, ну, допустим, может здесь и сейчас сразу бросится на помощь, да, то есть насколько его полномочия есть на это и так далее, он должен, конечно, знать все эти закономерности, и вот было сказано, что вот в рамках этого общественного института подготовку именно по общей физической подготовке мы будем проводить совместно с Центром Патриот, то есть задействовать инструкторов именно более, и ребята, чтобы правильнее несли службу, то есть в программу обучения будет включено именно патрулирование вместе с сотрудниками полиции, то есть как обучающие. То есть вот как раз на ваш вопрос, чтобы это все было в законных рамках, да, и, соответственно, ребята понимали, то есть те, которые у нас же еще есть дружины, кроме нашей дружины, вот, и, соответственно, мы их будем также подтягивать на это обучение, чтобы они имели свое представление в этом. Понятно, спасибо. Спасибо большое. И в течение праздников будете работать. Итак, уважаемые красноярцы, можете быть спокойны за все общественные гуляния. Гуляния, да, все находится под надежным взором людей, юридически и физически подкованных и образованных. Представлю вам наших гостей. Владимир Шестин, председатель молодежной общественной организации «Добровольная молодежная дружина», Владислав Думнов, член «Добровольной молодежной дружины», о чем есть соответствующая, я так понимаю, бумага и соответствующая повязка. А также Владимир Ямраков, заместитель директора некоммерческой, автономной некоммерческой организации «Безопасность Каст». Спасибо вам большое за то, что пришли, за то, что обеспечиваете безопасность. Да, спасибо. Ну, а мы напоминаем, что в нашей программе стартует марафон новогодних подарков. Все наши гости приносят судьи некие подарки, вот сегодня это символ наступающего года, и мы обязательно эти презенты передадим детям, которые в них особо нуждаются, нашим подопечным ребятишкам. Спасибо большое, что пришли, и за подарок тоже отдельное спасибо. Спасибо большое.